144 пи, 1080 пи. А на 144 это куки из сливки шоу. То есть в HD она выглядит так как справа? Или он? Куки это мальчик или девочка? Как мне теперь спать? Ладно. Симулятор реальной жизни. Горка как в реальной жизни. Лужа как в реальной жизни. В принципе всё как в реальной жизни. Принглс выпустил чипсы со вкусом доширака. Упал в обморок. В Таиланде национальный парк будет отправлять туристам по почте оставленный ими там мусор с запиской «Вы забыли эти вещи». Лови. Свиня. Вы тоже видите пару обуви? Но есть немного. Жиза? Да, ещё какая. Я вообще внизу вижу лицо чьё-то. Ну в этой фигурной скобке. Я когда купил в магазине жвачку по рублю, а потом продал пацанам во дворе по два. Бизнесмен. Главное, чтобы пацаны тебя потом не раскусили и не начали макать головой во что-нибудь. Отдам бесплатно, даром. Хелена пишет «Здравствуйте, а можно мне, пожалуйста, забрать? У меня девять детей». Петя пишет «Я первый был». Даже не вздумайте лезть, я убить готова за унитаз. За такой? Интересно. А так, получается, выглядит лицо матери девяти детей, как у неё на аватарке. Я просто никогда не видел таких в реальной жизни. Теория Большого Взрыва. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новый выпуск Мемозга. И с котиками, и не с котиками. В общем, всякое. Поехали. Я, слушая, как три моих погибших тиммейта, поливают меня дерьмом за то, что я не вытащил матч один против четверых. Моё лицо, когда меня кто-то хвалит. Так бы и сделал ему пуньк в носик. Никто. Коты после сна. Потягушки. Кудах? Тудах. Ложись спать. Сейчас я только кусочек колбасы съем. А где ж хлеб такой взять для такой колбасы? Россиянину дали 14 месяцев тюрьмы за ограбление банка в Норвегии. Тюрьма в Норвегии? Кто пишет, ну хоть поживёт как человек. Сломал систему. На маминой даче до этого лета не было мышей, пока их не завёл кот. Он ловил мышей в поле и приносил их маме домой живыми. Потом отпускал посередине комнаты и довольный шёл спать. И так несколько раз. Теперь у них на даче мыши. Кот, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Какой-то неправильный кот, он должен работать в обратную сторону. Ладно, сделаю это потом. Я в будущем. Кусь. Когда ты немного застрял на сложном этапе жизни, но всё равно не теряешь настроя. Как ты ешь эту гадость? Дай ещё одну. Мама. Я решаю тест. Тест. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Я. Так, либо тут подвох, либо я тупой. Слышь, ты нафиг мой транспортир взял без спроса? Врач. Прислушайтесь к своему телу, организм знает, что ему нужно. Мой организм. Мне нужен хачапури, 6 литров кваса, а лучше пива, возможно, жигулёвского. Черешня была бы очень кстати, и окрошка бы не помешала, но исключительно на 1% кефире. Мы же не хотим меня загружать. О, это чё, беляш? Семилетний я, испуганно сижу в комнате ожидания у зубного. Мама. Да ничего страшного, это совсем не больно. Ребёнок в соседней комнате. Представь ситуацию, шёл старик по дороге, устал, вдруг видит пенёк, сел отдохнуть. Напиши по одному предложению, о чём думает старик, сидя на пеньке? О чём думает муравей, который ползёт по пеньку? О чём думает пенёк? Порадуйте своей работой одноклассников. Пенёк, наверное, такой думает, слышь, ты на пенёк сел? Гони косарь. Или муравей так думает, не знаю. Когда интернет-страница супер долго загружается, я нажимаю обновить, и за миллисекунду до этого она прогружается. Да, у меня бывает такое. Жизненно. Я всё решила. Так быстро? Молодец, держи пять и иди домой. Мы всё решили. Чё, самое быстрое, ещё сейчас заданий подкину. Видеокарта сына, 2060, 10 тысяч рублей. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, кто сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор. Утка-нос, утка-носа-нос, нос-утка-носа-нос, а это... Утка-нос-носа-носа-утка-носа-нос. Носа-носа, таблетка-т-поноса. Чё-то меня не туда понесло. Надеюсь, экзамен по-русскому? Идёт экзамен. Гиппопотам, гиппопотут. Когда ты выходишь из автобуса, и качество звука в твоих блютуз наушниках начинает ухудшаться. Плохая примета. Когда пытаешься прочитать абзац, но всё время начинаешь думать о чём-то, и в итоге перечитываешь по 10 раз. Чего? Когда пытаешься прочитать... Да шучу, я шучу. Город в Америке отказывается от солнечных панелей, боясь, что они высосут всю энергию из солнца. Ну, судя по фотке, там реально высосали они всю энергию. Темнота вон какая. Мама купила 5 пачек соли. 2 съели за обедом. Сколько пачек соли осталось? Кто пишет, думают действующим лицам этой задачи, уже не важно. А может у них очень большая семья. Вон, например, та мать девятерых детей. На каком году жизни вы узнали, что язык дятла настолько длинный, что обвивает его череп? Кто б же честно сказать, я даже не знал, что у него язык вообще есть. Так что в только что лет. Малюсенькая дырочка в носке. Существует. Большой палец. Здорово! Ловят только русские каналы. Наталья Александровна, меня сегодня не будет в школе. Спасибо, говорит Наталья Александровна. Когда попал на бесплатную дегустацию в торговом центре, ого, это я вообще обожаю такую особенно колбаску. Вообще я это не люблю, но всё равно давайте. Ну правильно, на халяву же. Ваш любимый город. Уфа. Минимум 4 символа. Жители Уфы. За что? Столько боли и разочарования в одном фото. Это ж кто такой изверг? Киндеры выбрасывать. Десятилетний я. Когда я вырасту, я буду настолько богатым, что у меня будет 5 Феррари. Я сейчас. Ну если это твой личный автобус, то, блин, вы вообще видели сколько они стоят, эти автобусы? Когда ты уже переел и тебе ничего не лезет. И вдруг слышишь, как друг заказывает пиццу. Опа. Вот что случается, когда твой парень выбирает вторку для ванной. Кто пишет, она же просто потрясающая. Это же кусалочка. Я выбрасываю свои старые боксерские перчатки. Бомжи во дворе на следующий день. Ну давай, давай, нападай. Посуда? Потуда. Придумайте подпись. Кто пишет, кто взял мои? А, всё, нашёл. Угадай, кто в доме главный. Ну тут и ежу понятно. Книга для котов. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Наконец-то нормальное чтиво. Как девушки выбирают шампунь? Эффективность, бренд, запах, эффект для волос, ингредиенты, цвет, качество, дизайн, рекомендации, обзоры, количество, популярность. Как выбирают шампунь парни? Написано шампунь. А ещё лучше два в одном или три в одном. Когда посреди ночи решил проверить телефон, я два часа делаю уроки. Я фух, наконец-то всё доделал. Я сажусь поиграть в компьютер. Мама. Опять ты целый день за своим компуктером. Чебурашка прав. Употребляли что-нибудь молодые люди? Чувак, ты сейчас с крокодилом базаришь, у нас к тебе тот же вопрос. Я просто захожу в машину. Мама. Дверьми не хлопай, а то я тебе сейчас по башке хлопну. Скорее батя уж тогда. Нашёл старый монитор и немного его оборудовал. Кто пишет, что это за сайт? А это канал Алексея Савы. Там много приколов с котиками. Ну в смысле тут. Когда ты приходишь домой и видишь грабителей, ищущих деньги. Ха, удачи. Когда увидел дома паука, Эсталависта, Спайдер. Я никак не могу одолеть босса из-за его второй фазы. Я с десятой попытки наконец-то побеждаю его. И тут начинается третья фаза. А к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Если подписаны, то проверьте, что вы подписаны и у вас нажат колокольчик. И включены все уведомления. Так вы не будете пропускать новые ролики. Спасибо. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова